Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Виктор Викторович Исаев, координатор фонда «Защитники Отечества», филиал по городскому округу Люберцы Московской области, и также ветеран СВО Павел Андреевич Руднев, волонтер Центра поддержки семей мобилизованных и военнослужащих. Довольно-таки сложное название, но понятно, что речь пойдет о помощи, и мы специально вас пригласили, чтобы вы рассказали конкретно, чем вы занимаетесь, какие стоят задачи, насколько сегодня это необходимо, кто к вам обращается и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте послушаем, потому что это очень важно. Ну, начнем, наверное, с Виктора Викторовича Исаева, как координатора фонда со стороны Люберец. Что за фонд? Чем занимается? Ну, наш фонд был создан по указу президента в июне прошлого года, и были поставлены конкретные задачи этому фонду. Всем, кто возвращается с войны, демобилизованным, а также семьи погибших, должны быть под нашим вниманием и нашей заботой. В фонде у нас работают люди, все люди, причастные к СВО. Либо ветераны, либо жены действующих, есть жены погибших, товарищи наших боевых, даже дети уже, вот, молодые. А фонд работает буквально вот после того, как президент назначил жены, да? Да, с июня месяца, вот, да, с июня, в этом, в апреле, по-моему, или в марте, вот он объявил об этом, да, и вот с июня в срочном порядке, значит, все это было сделано. И летом уже будет год-а-год? Год, да, с июня. 1 июня будет ровно год нашему фонду, вот. И могу что сказать, конечно, не зря это было все создано. Это очень нужно было. И вот прозорливость нашего президента, конечно, ну, не то, что удивляет. Уже привыкаешь к ней, это как должно становится. Никогда еще в истории, ну, ни в одной стране, и у нас такого не было. Вот не было такого фонда и такого внимания, и такой заботы о ветеранах и о семьях погибших. В день человек 5-6 обращаются, причем не отказываем никому. Действующие военнослужащие и их семьи не подходят, ну, под действием фонда, как говорится, под заботу. Но мы им тоже не отказываем и стараемся всемирно помочь. Так что, милости, я говорю, просим всех. А где фонд, давайте, где он располагается так сразу же, чтобы мы понимали. Фонд располагается Октябрьский проспект, 120, корпус 3. Вот, сейчас у нас там помещение, все оборудовано, все есть у нас. Так, и работает он? С 9 утра до последнего. До клиента, как говорят. До последнего, да, до последней проблемы, как говорится, решаем до конца по мере возможности. Ну, понятно, что когда все начиналось, наверное, были определенные какие-то сложности, тем более, что вы, как люди, которые, ну, что называется, изнутри всю проблематику понимаете, причем и связанную со СВО, и связанную с мирной жизнью, я имею в виду тех людей, которые здесь остались, семьи, дети и так далее. Вот, насколько удалось сейчас этот фонд действительно, ну, выстроить эту работу? Насколько вы чувствуете, что все идет так, как нужно? Я к чему веду? Какая, может быть, нужна помощь от наших простых телезрителей, от тех людей, которые готовы тоже в этом поучаствовать? Да, фонд нет, он самодостаточный, и здесь немножко не в этом дело. Оценку нам поставил уже, как говорится, президент, сказал, что, я говорю, вот, сам себя я не буду хвалить, ну, вот, оценка президента работы фонда, ну, вот, это дорогого для нас стоит. Ну, вот, да и просто отзывы и парней, и семей, которым мы помогли, они, конечно, это самое дорогое. Ну, да, то есть... Вот это спасибо за помощь, когда говорят, когда вот звонят, либо пишут там в телеграмме, либо вконтакте, ну, вот, спасибо за помощь, вы помогли, потому что мы не понимали, ну, просто даже куда идти. И вот пришли в фонд, и вам, нам все рассказали, помогли решить проблемы, объяснили. И решили. Я вот хотел обратиться к Павлу Андреевичу. Да. Павлович, вот вы волонтер, даже трудно себе представить, знаете, вы все-таки человек, который прошел СВО, и волонтер как-то звучит немножко так. Почему вы решили работать в фонде? Ну, почему, понятно, но вы, получается, такое связующее звено, да, между теми, конкретно, кто там, и теми, кто, может быть, еще туда пойдет, и, опять же, детьми, с семьей, которые здесь. Почему вам нужна эта волонтерская работа? Ну, скажу честно, что, когда закончился контракт у меня, Виктор Викторович, у меня был командир мой, мы как бы дружим. Это чувствуется, кстати. Мы давно дружим уже, то есть еще, как говорится, с долгих времен. Ну, мы как бы вместе вот дружим, у него фонд, мы при фонде все, в принципе, у нас этот центр. Потому что фонд в одном применении, мы все рядом. У нас там собирается гуманитарная помощь постоянно. Вот мы эту гуманитарную помощь отвозим прямо ребятам на передний край, на ЛБС. То есть на линию боевого соприсновения. Вот. Это то, что граждане наши собирают, то, что нам приносят со школ. Как, кстати, идет вот сбор? А как-то вы клич бросаете или люди сами как-то потихонечку приносят? Ну, знаете, вот мы ездим часто еще по школам, выступаем. То есть как бы мы уроки мужества проводим. Ну, и детям всегда подходят, чем помочь, что, как. Ну, мы объясняем детям, что, как, лучше. Ну, и соответствующий сразу же отклик идет. Не только, конечно, от школ, но и от граждан наших сознательных, которые помогают. Вот. И это все мы отвозим туда, на фронт. То есть выстроены, я так понимаю, какая-то логическая цепочка, да? Собрали. Собрали, отвезли. Отвезли. Отвозим. Ну, не только я ездию. У нас много ребят, которые как раз при фонде приходят. Мы с ними разговариваем. Они ездят так же. Отвозят своим, где они воевали. То есть отвозят своим товарищам. Помогают там. Потому что, конечно, там помощь всегда нужна. Ну, понятно, дело. Не то, что, как бы сказать, что там кто-то в чем-то нуждается. На самом деле голодных и раздетых там нету. Ну, поддержка из дома, это все-таки всегда приятно. Да, это, наверное, может быть дополнительный такой стимул. Это дополнительный стимул. Да. Стимул, как бы, чтобы еще посильнее как-то вот держаться там вместе. Посильнее, как говорится, чтобы вот эти... Единый кулак, как называется. Возможно, да. Украинцы у нас не что-то, ну, как бы вот их чуть-чуть напрягать посильнее. Вот многие люди, которые здесь были вот за время, да, пока идет операция, самые разные представители женщины были, которые рассказывали, что они плетут вот, значит, специальные сети и свечи делают и так далее. То есть у нас, получается, как бы есть государственное направление, да, ну, война войной, есть фонд, да, который мы вот рассказал нам сейчас Виктор Викторович, и есть еще просто человеческое желание, когда люди могут к вам обратиться, и даже не связанные, может быть, или служат. Просто вот с открытым сердцем. Да, всегда поможем, всегда выслушаем, подходят люди. Ну, у каждого свои проблемы у человека. То, что не обязательно ССО, даже просто вот, ну, приходит человек, как говорится, скучно поговорить иногда. У нас в центре стоит станок, у нас там сети приходят, плетут, бабушки многие. И вот, как говорится, идет производство. Мы поставили еще станок в 24-й гимназии на Красногорской улице, в техникуме, экономике и права тоже там. Ну, и как бы мы еще планируем в некоторых школах, которые будут еще, то есть они приходят к нам, иногда им помогают, то есть показывают, как это, что делать. Учителя говорят, а нам можно, ну, конечно, мы поставим, если это нужно. А женщины приходят, ну, многие бабушки, они, ну, что они могут дать? Да, конечно, пенсия, это все-таки не секрет, что она у нас у всех очень большая. Вот. Ну, они вот помогают так. Приходят, как говорится, и время провели, и для фронта, для фронта сеть сделали. Вы говорите, скажите, а как вот, ну, скажем, выстраивается схема? Вот я вот спрашиваю, должен быть какой-то транспорт. Это как? Люди сами на машинах едут, сами, ну, понятно, что если это люди просто принесли еду, да, там, или какие-то теплые вещи, то они сами купили, вам и принесли. А как вот доставка идет? То есть, как план работы у фонда, как он выстраивается? На московском уровне или на люберецком уровне? Нет, ну, государственный уровень, он и государственный уровень, там, и областной уровень, как говорится, губернские конвои есть. Фонд-то, на самом деле, ну, не имеет никакого отношения к гуманитарной помощи. Фонд занимается совершенно другими делами. Конкретные мы уже людьми, вот, да? Конкретными людьми именно здесь, да, и семьями. Это уже, как говорится, порыв души, вот, моей, вот, боевых товарищей, там, не только мы же ездим, вот, с Павлом, и к нашим боевым товарищам, к нашим землякам в первую очередь. Потому что, я говорю, собирают все это жители Люберецкого района. Целевые посылки отвозим, вот, кто воюет, там, на северном направлении, там, Сватово-Кременная, ну, там, до Луганского, вот, развозим то же самое посылки периодически, когда, ну, парни в зоне доступа. Просто некоторые недопонимают, что иногда и посылку-то доставить невозможно, потому что связи нету. Связи нету. И проехать, ну, в линию, на линию боевого соприкосновения не так-то просто. Без определенного пропуска для гуманитарщиков, вот, для волонтеров, там есть определенные места, где они встречаются с военнослужащими, и передают им эти посылки, там, как говорится. Поэтому, говорю, не так все просто, как вот кажется, что сел, поехал и привез. Некоторые звонят, вот, отвезите ему, там, мужу, сыну, брату, там, ну, он на связи, нет, его на связи нет. Ну, а вот куда ее везти? Ну, понятно. Поэтому здесь, вот, я говорю, что мы-то просто со своим еще, как бы, с боевым опытом, мы, там, знаем все ходы и выходы. То есть у вас еще выстроена работа, так, то есть решили, сделали, приняли. Да, мы знаем, как это делается, поэтому, в принципе, у нас все всегда проходит успешно. Хотя тоже бывает, бывает всякое. Все-таки это, там, война. Вот вы входите, мы же представляем Люберецкое, да, филиал, это Московская область, то есть это же фонд, который разбросан, да, на, ну, в регионах. Вот есть у вас какой-то общий сбор, когда проводятся какие-то совещания фонда, как, чего делаем, куда направляем свою работу? Или каждый фонд, ну, работает в своем регионе, сам для себя принимает какие-то решения? Нет, значит, есть центральный аппарат фонда, глава его Цивилева Анна Евгеньевна. И еженедельно проводится, проводится ВКС для филиалов, их, соответственно, столько же, сколько регионов, а уже главы филиалов уже проводят с нами, с координаторами на местах. Доводят информацию. Доводят информацию, да, какие-то планы на будущее, там, обращаем сейчас внимание, там, на трудоустройство, что почему вот с трудоустройством проблемы, я как пример говорю, либо там про медицинскую помощь. Ну, сейчас, давайте мы сделаем паузу, это интересно, потому что уже конкретно, да, работа фонда, потому что мы помним, как говорил президент, он говорил это очень, ну, скажем, как, вот, на сердце, что называется, да, что каждый должен быть необделен вниманием. И вот об этом поговорим во второй части нашего разговора. Дождитесь продолжения. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Виктор Викторович Исаев, координатор фонда «Защитники Отечества», Люберецкий наш представитель, это филиал Московской области, Павел Андреевич Руднев, волонтер Центра поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, ветеран СВО, но люди, которые знают, что такое СВО. Вот скажите, пожалуйста, такой вопрос, прежде чем мы перейдем непосредственно вот к тем задачам, которые стоят. Что самое главное для ребят, которые там, что они хотят, ну, помимо волонтерской деятельности, помимо того, что они знают, что здесь есть такие люди, как вы, которые следят за семьей, за детьми и так далее, что для них важно, чтобы с гражданки к ним приходило? Что? Гражданки, хочу тоже ко всем обратиться, чтобы вы вот, дорогие наши граждане, наши дорогие, я говорю, вот знаю, от чистого сердца все это несете. Но поверьте мне, вот Павел правильно сказал, нет там голодных и раздетых. Если где-то вы прочитали, что где-то наши войска голодают, сразу, вот вам говорю, это вражеская пропаганда. Это бандеровская пропаганда. Нет голодных там. И все там вооружены. Печеньки, конфетки, конечно, это хорошо. Может быть, это даже, как говорится, парни, когда пьют чай, да и вот мы сами пили чай, как говорится, вспоминали дом, всякие минуты теплые, домашние. Но на фронте важно другое. И помощь важна немножко другая. Вместо печенек и конфеток лучше туда тепловизоры, ночные прицелы и квадрокоптеры. Это дорогостоящее оборудование. Вот мы как всем предлагаем, ну вот там той же самой школе, например, там есть параллель. Ну все равно собираете, ну скиньтесь там, он стоит там, ну где-то порядка 100 тысяч, этот ночной прицел. И от параллеля купите этот прицел и передайте его на фронт. То есть это важнее? Это намного важнее, чем печеньки и конфетки. И всех вам подпризываем, ну вот склад забитый, ну парни говорят, ну куда столько? Ну вся страна посылает эти конфеты. Ну понятно, да, конечно. Вся страна посылает эти конфеты, и поэтому, ну... С этим сейчас не проблема, а вот с квадрокоптером мы же не одни туда ездим. А вот с квадрокоптером, с ночными прицелами и с тепловизорами, это все расходный материал, хоть и дорогостоящий, это все одноразовое. И вот в этом всегда есть нужда, и бойцы всегда вам вот будут, ну, благодарны. Мы очень благодарны, очень-очень благодарны. Потому что это жизни наших солдат, когда он видит ночью, он в безопасности, когда он оснащен определенной техникой. Вот. Ну, много есть еще всяких моментов, я не буду долго распространяться, как говорится. Кому интересно, приходите к нам, Октябрьский проспект, 120, корпус 3, всегда мы там. Будем рады всех видеть и с помощью, и просто без помощи. Приходите, поможем, объясним, поговорим. Ну, чуть добавлю, что просто сейчас война не та, ну, как и свого наше, оно не то, что вот раньше было, сейчас это современное, и все нужно современное там. А чем больше современного у нас там будет у бойцов, тем они раньше это все закончат, раньше вернутся домой живыми, здоровыми, чтобы, как говорится, без огорячения, с ногами, с руками, все будет у ребят хорошо. Хотел бы... Потому что война такая, это непросто. Да, хотел бы поговорить и вернуться сейчас уже вот к фонду с точки зрения семей, детей, тех, кто и вернулся и так далее, живых, кто вернулся. Вот вы сказали, да, трудоустройство, президент, в общем-то, и депутаты, ну, все чиновники разного уровня, как говорят в таких случаях, каждый начинает свое выступление, вот мы должны помогать, значит, тем, кто прошел СВО и так далее. Это действительно так? Или все-таки препоны какие-то существуют сегодня? Или есть недопонимание? Или где-то нужно кому-то перезвонить? Где-то, может быть, ну, на какую-то кнопку надавить? Как, есть такая проблема? Или все-таки двери открыты для вас сегодня? Двери открыты всегда, но проблемы, они есть. Ну вот, грубо, вот последний случай, парень потерял ногу на войне, был шофером. Ну, соответственно, шофером он никак уже работать не может. И не может, да. Значит, соответственно, нужно переобучение. Все это у нас есть. У нас есть целая программа переобучения. Там, ну, выбор колоссальный. Вот просто колоссальный выбор. Было бы только желание. То есть документ проработан. Все проработано, все это есть. Я говорю, это действительно рабочий инструмент, вот этот фонд, который реально помогает. Именно в адаптации. Самая главная адаптация. Вот после войны, я сам знаю, что это такое, год провоевав, тяжело входишь в мирную жизнь. Очень тяжело в мирную жизнь, потому что и здесь видишь недопонимание. И вообще не понимаешь некоторые моменты. Но вот, как говорится, время все ставит на свои места. Да и сам начинаешь уже понимать, что мы же за это и воюем там. Чтобы здесь было... Дети ходили в школы, работали в магазины, гуляли в парках, улыбались. Молодежь, чтоб целовалась, как говорится, в наших замечательных парках. За это мы там и воюем. Только хочу вот, ну, тоже ко всем обратиться. Да, Лавис. Не знаю. Видите вы солдатика, который с фронта, его видно сразу. Не постесняйтесь. Подойдите и скажите ему, спасибо, что ты нас защищаешь. И поверьте мне, на душе у этого солдата будет настолько радости и столько счастья. Он и так знает, за что он воюет. Но вы еще подтвердите своими словами наше правое дело. И это для нас, вот это понимание народа, и вот эти простые слова спасибо, для нас это очень важно. Поэтому вот обращаюсь ко всем, и не стесняйтесь. Это доброе дело, и вам, как говорится, тоже будет приятно. Она не сложная и понятная. И понятная и простая. Павел Андреевич, скажите, пожалуйста, вот когда вы возите, да, этот гуманитарный груз, вот, ну, то, о чем мы говорили, для вас это что, это вот, вы не можете, хочется туда все время возвращаться? Для меня, да. Для меня, да. Хоть так, да. Периодически меня Виктор Викторович говорит, не надо, не надо, ты пока здесь вот нужен, ты больше здесь делаешь пользы, чем вот, например, там, например. Ну, люди, мы все не молодые, все-таки иногда военное дело молодых, если так говорить, но мы, как говорится, добровольцами пошли, мы не посрамим, конечно, свою страну, но для меня вот туда съездил и как-то вот с ребятами пообщался, и вроде как бы побывал именно там. Услышал несколько взрывов, услышал стрельбу, увидел прилет, увидел прилет, то есть вот адреналинчик чуть-чуть, и прям вот на душе очень приятно, сюда приезжаешь, и еще на месяц мне хватает. Понятно. Хотел поговорить о детках, о семьях. Насколько я понимаю, ну, когда там устройство, ну, кто-то к детскому саду подрастает, кто-то подрастает к школе, то есть эти вопросы тоже так понимаю, но регулируются и администрацией, и фондом, все вместе, да? То есть сейчас таких проблем нет. И люди уже, жены, ребят, которые там, они знают, куда обращаться, и быстро, да, решаются вопросы? Нет такого. Ну, как, знаете, раньше было крючкотворство какое-то. Значит, вот по Московской области, хочу вот просто объяснить, что в каждом регионе, в каждом регионе, соответственно, свои какие-то постановления губернатору. Поэтому не надо спрашивать, что там в Москве, что там во Владимире или в Нижнем Новгороде. У каждого региона свои возможности. И каждый регион, соответственно, вот эти льготы и блага, ну, по своим, как говорится, у нас, в Московской области, это единственный регион, в стране, я так понимаю, насколько я знаю, значит, где для всех детей, участников СВО, бесплатно, значит, в школах питания, бесплатные кружки муниципальные, в общем, все, что в школе должно быть бесплатно. Плюс бесплатные сады и все остальное. Пионерские лагеря. Да, пионерские лагеря. Все за счет государства. Да, все за счет, где там губернаторская программа. Вот мы посчитали с одной мамочкой, вот там первый класс, насколько я понял, там вот, ну, получается где-то порядка 15-20 тысяч в месяц. Да, ну, в зависимости от количества кружков, которые ребенок посещает. Вот, поэтому, в принципе, это очень... Это на одного. На одного ребенка, да, соответственно, на одного ребенка. Вот, вот если бы отец был бы дома, не воевал бы, то порядка 15-20 тысяч в месяц семья бы платила. Много это мало, не знаю. Но в данной ситуации... Это есть. Это есть реально. Это есть реально. Это большая помощь, я считаю. Вот. И все должны знать. Я говорю, есть помимо постановления, значит, губернатора, есть постановление нашего, нашей главы администрации, Волкова Владимира Михайловича. Где даже те, кто закончил уже войну, ну, вот, как мы вернулись, все равно их дети до конца войны должны получать вот это все бесплатно. В школах, питание, кружки и все такое. Соответственно, государственная программа, значит, это квоты и в среднем техническом образовании, и в высшем образовании квоты. Вот сейчас надвигается период, значит, мы ждем, когда с институтами сейчас придется работать. Поэтому всех прошу, вот, кто сейчас собирается поступать, и кто имеет право, у кого родственники на СВО, спаси Господь погибшие, значит, пожалуйста, выберите себе институт, и съездите туда обязательно, проясните ситуацию, как с квотами на СВО, чтобы потом уже не было у вас вопросов. Лучше вот это, потому что прошлый год, вот, как только это постановление вышло, ну, оно вышло просто очень поздно, и люди, да, и там вот это была суматоха, вот, ну, как могли, порешали. Вот, пробуйте это делать, вот, заранее, чтобы уже узнавать, потому что во всех государственных институтах, там, квота, ну... Немножко... Там просто, я говорю, ну, это долго объяснять, жалко эфирному времени. Придите к нам, мы вам все объясним, все покажем. Ну, для этого фонда работы, давайте мы еще раз, Виктор Викторович, прекрасная возможность, напомним, фонд находится, где, так работает. Октябрьский проспект, 120, корпус 3. Это рядом с шестой школой, где вечный огонь. Милости всех просим с 9 часов и, как говорится, до последнего. Ну, а можно добавить? Да, пожалуйста, конечно. Я хотел просто отблагодарить Вадера Михайловича Волкова, потому что, если бы не Вадим Михайлович, у нас такого центра бы не было. В этот центр приезжают многие и говорят, что просто, вот, Виктор Викторович не даст соврать, что такого во многих фондов защитных отечеств, где у него кабинет, где мы все находимся, ну, просто нет. Ну, и место такое удобное, да, все-таки для Любереса. Да, Владимир Михайлович, конечно, может быть. Да нет, даже дело не в этом. Вот просто хочу похвастаться. У нас даже МФЦ есть. Да. У нас даже есть МФЦ. Такого нет, ну, нигде, вот, в Московской области точно. Есть фонды при МФЦ. Вот, ну, им просто там выделен, там, столик и все остальное. Вот у нас все наоборот, да, у нас все наоборот, потому что, вот, действительно, наша администрация, вот, вот, очень думает над этими вопросами, чтобы нашим ветеранам и семьям наших участников СВО все было удобно и, как говорится, все для них. Спасибо, что пришли к нам, рассказали. Спасибо нашим телезрителям, если какие будут вопросы, теперь знаете, куда идти. Спасибо тем уже, кто приходил и помогал. Вы все услышали. Мы предложили, да, выступить нашим коллегам, что нужно, как. Вот, и поблагодарить хочется и Виктора Викторовича Исаева, координатора фонда «Защитники Отечества», который представит Люберецкий наш городской округ, филиал Московской области, Павел Андреевич Руднев, волонтер Центра поддержки семей мобилизованных и военнослужащих, ветераны СВО. Спасибо вам большое за участие в программе. И что важно и приятно, что вы на боевом посту, работа продолжается, фонд это очень ответственное, то есть это фактически напрямую, можно сказать, президенту, да, подчиняется, так вот, если говорить. Он внимательно за этим следит. Ну и желаем вам, чтобы те проблемы, которые вы решали, все-таки были, заканчивались счастливым решением для всех. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Певненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»